Человек в своей жизни Человек в своей жизни Здесь кроется полемика Позднего Пушкина с ранним Для Позднего Пушкина Было очень важно Определить в чем смысл Человеческой жизни В чем смысл даже его собственной жизни Мы с вами уже обращали внимание На поэзию Пушкина И в частности на его стихотворение Пророк Меня интересуют в данном случае Заключительные строки Восстань пророк и виждь и внемли Исполнись волею моей И обходя моря и земли Глаголом Жги сердца людей Самое главное Что пророк не от себя говорит А выполняя божественную волю То есть по откровению Свыше ему дана возможность Что-то доносить людям Глаголом Жечь сердца людей Понимая огромную ответственность Которая возложена на него Его талантом Пушкин и пытается теперь В своем последнем произведении Капитанская дочка И оставить потомкам Духовное свое завещание Тема выбора Нравственного выбора человека Тема любви и милосердия Вот те основные темы Которые будут раскрываться В этом произведении А еще мы с вами сопоставляли Евгения Негина с Капитанской дочкой И продолжим это сопоставление Мы закончили предыдущую передачу Упоминанием о письме Которое Маша Миронова Направила Петру Гриневу Я к вам пишу Чего же боли Что я могу еще сказать Теперь я знаю в вашей воле Меня презрением Оказать Нет, это не оттуда Но вы, конечно же, узнали Что это письмо Татьяны Лариной Значит, Пушкин не случайно Поводит и здесь Такую своеобразную параллель Между письмом Татьяны Лариной Евгению Онегину И письмом Маши Мироновой И если Татьяна Ларина Пишет Евгению Онегину И признается ему в любви Мы, в общем-то, не сомневаемся В этом чувстве Татьяны Лариной То, что удивительно В письме Маши Мироновой Об этом чувстве не сказано ни строчки И кому она пишет Она пишет своему возлюбленному Или постороннему человеку Вот тоже очень важно понять Как написано это письмо Богу угодно было Лишить меня вдруг отца и матери Не имею на земле ни родни, ни покровителей Смотрите, какое удивительное Осмысление божественной воли Богу было угодно На первом месте Бог Помните, с чего начинается повесть Отче наш И вот теперь Вот это вот Смирение С которым Мария Миронова Принимает испытания Посланные ей от Бога Потому что На все воля Божья Обращается она К Петруши Криневу Потому что Не имеет больше родни на земле И не имеет никаких покровителей Прибегаю к вам Зная, что вы всегда желали мне добра И что всякому человеку Готовы помочь Обратите внимание Всякому человеку Готовы помочь С одной стороны Действительно это свидетельствует О духовных и душевных качествах Петруши Гринева Он всем готов помочь Получается, что и Маша Миронова Входит в число этих всех То есть она никак себя не выделяет Из этой среды Если он всем готов помочь То и конечно же и ей Потому что он желает ей Всяческого добра И видите, она никак не напоминает ему Об их чувствах Взаимных чувствах Почему? Потому что Коль родители Петра Гринева Не благословили их на брак Значит об этом И не может быть никакой речи Молю Бога Чтобы это письмо Как-нибудь дошло до вас Максимыч обещал Его вам доставить Тот самый урядник Максимыч Которому Петруша Простил его грех Потерянную полтину Вот теперь он И доставил это письмо Палаша слышала Также от Максимыча Что он часто Издали видит вас На вылазках И что вы совсем себя не бережете И не думаете о тех Которые за вас Со слезами Бога Молят Тоже очень важные Последние слова Когда-то Перед угрозой Казни Петруша молился О близких своих И молил Бога О них Вот теперь Маша Миронова Тоже Молится не о себе А о близком Ей человеке Петруша Гринева Собственно Вот такая молитва И держит человека На земле Охраняет его Оберегает Потому что Это искренняя Просьба Человека к Богу И Господь Откликается на нее Для Маши Мироновой Петруша Гринев Единственный Защитник И покровитель На земле Она об этом Тоже говорит Но вот я хочу Подчеркнуть На земле Потому что На небесах У нее есть Господь И все Божьим промыслом И может устраиваться И устроиться Потому что Она верит в это Батюшка Петр Андреевич Вы один у меня Покровитель Заступите за меня Бедную Упросите генерала И всех командиров Прислать к нам Поскорейся курсу Да приезжайте сами Если можете Остаюсь вам Покорная бедная сирота Марья Миронова Покорная бедная сирота Кончаю Страшно перечесть Но мне по рукой Ваша честь И смело Ей себя вверяю Помните Даже здесь Близость Есть в письмах Двух влюбленных Барышин Но ситуация Совершенно разная Видите Маша Миронова Настолько любит Своего Петрушу Что Она не хочет Чтобы он рисковал И приезжал сюда Если сможете То тогда приезжайте Но С другой стороны Упросите генерала Послать войско Чтобы освободить ее Конечно же Генералы не пошлет Войско Единственный Кто может спасти Машу Миронова Это Петруша Гринев И конечно же Он отправляется Спасать Свою любовь Гринев собирается Отправиться В Белогорскую крепость Он не хочет Рисковать жизнью Своего воспитателя Дядьки Савелича Отдает ему Половину денег Просит Чтобы тот Не скупился И тратил их Как может И на что хочет Конечно же Савелич Которого Мать Петруши Гриневу Просила Смотреть за детятей Не может Оставить Петрушу Гринева Самого И он Вместе с ним Собирается Поехать В Белогорскую крепость По пути Их ожидало Еще одно испытание У офицера Гринева Была отличная лошадь И он быстро Проскакал Мимо отряда Мятежников А у Савелича Хромая лошадь И его остановили Только теоретически Можно было допустить Чтобы Петр Гринев Оставил своего дядька В таком Тяжелом положении И офицер Гринев Вернулся Рискуя уже Теперь Собственной жизнью Чтобы спасти Жизнь Савелича По сути дела Здесь Ну как бы так сказать Ответная реакция Вот когда Савелич Ценой собственной жизни Выкупил Или готов был Выкупить У Пугачева Жизнь Петруша Гринева Вот и теперь Гринев Рискует Собственной жизнью Чтобы спасти Савелича Их обоих Повели К Пугачеву Здесь Происходит уже Третья встреча Пугачева И Гринева Мы можем Подвести Промежуточный Итог их Предыдущих Двух встреч В первой встрече Милосердие Оказал Петр Гринев Пугачеву Во второй встрече Уже Пугачев Оказал Милосердие Петрушу Гриневу По сути дела Они квиты И вот теперь Третья встреча Здесь Проявляется Их отношение Уже теперь К третьему человеку К Машу Миронову Если Петруша Конечно же Движим Своим чувством И готов Спасти Ценой Собственной жизни Машу Миронову То у Пугачева Другое чувство Он тоже Пытается Быть милосердным Как настоящий Правитель Потому что Настоящий правитель Должен быть Милосердным И он Не просто Отписывает Чтобы освободили Машу Миронову Но он готов Сам Вместе С Петром Гриневым Следовать Белогорскую крепость Чтобы освободить Пленницу Перед этой поездкой Состоялась Беседа В весьма Таких Тяжелых Обстоятельствах Петра Гринева И Пугачева При Фельдмаршалах Пугачева Разбойники Взяли в плен Офицера Его надо было бы Допросить Собственно На этом и Настаивает Приближенная Пугачева Но Пугачев Сразу же Узнал В Гриневе Своего Старого знакомого А Ваше благородие Сказало мне Живостью Как поживаешь Зачем тебе Бог принес Зная К себе Хорошее Расположение Пугачева Гринев Не лукавит Я ехал Белогорскую Крепость Избавить Сироту Которую Там обижает Глаза Пугачева Засверкали Кто из Моих людей Обижает Сироту Закричем Обстановка Закричем твоему молодецкому, а? Она невеста моя, отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину. Твоя невеста, закричал Пугачев, что ж ты прежде не сказал, да мы тебя женим и на свадьбе твою попируем, потом обращаясь к Белобородову. Слушай, фельдмаршал, мы с его благородием старые приятели, сядем дико да поужинаем, утро вечера мудренее. Примечательные слова Пугачева. Мы с его благородием старые приятели. Все находящиеся здесь в избе прекрасно знают, кто такой Пугачев. Беглый казак, каторжанин. Но мало кто из его друзей, товарищей может похвастаться тем, что у него есть приятель дворянин. И тем самым Пугачев, в общем-то, и отделяется от своих товарищей, потому что он приятельствует самим дворянином, с офицером. У них особые отношения. И вот поутру они отправляются в Белогорскую крепость. Неудивительно, что Петруша на какое-то время совершенно позабыл о Савельиче. Понятное дело, его беспокоят мысли о Маше Мироновой. И как сложится эта поездка? Смогут ли они освободить? А самое главное, успеют ли? Ведь Швабрин обещал через три дня жениться на Маше Мироновой. И уже этот срок истекает. Значит, нужно торопиться. Не будет ли какой-нибудь помехи? Правда, сам Пугачев в Кибитке едет рядом с ним. Так что можно надеяться на успешное завершение этого дела. Стой, стой, раздался голос слишком незнакомый. И я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. Батюшка, Петр Андреевич, кричал дядька, не покинь меня на старости лет среди этих машин. А, старый хрыч, сказал Пугачев. Опять Бог дал свидеться. Ну, садись на облучок. Спасибо, государь. Спасибо, отец родной. Век за тебя буду Бога болеть. А заячьим тулупе и упоминать уж не стану. Так он же уже упомянул. Это хорошо, что Пугачев не обратил на это внимание, погруженный в свои мысли. Удивительно, что судьба свела двух человек. Одного беглого каторжанина, который назвался государем, самозванцем, естественно, был. Другого офицера, который должен служить государине, но который завел даже какую-то дружбу с этим самозванцем. Что в данном случае объединило этих двух совершенно разных людей? Милосердие. Потому что они готовы проиметь милосердие по отношению к третьему человеку. И вот здесь начинается разговор весьма важный, можно тоже сказать, судьбоносный для них обоих. Каждый оказывается перед выбором. Они откровенно беседуют с друг другом. И Петруша Гринёв обращает внимание Пугачева на его окружение, что это разбойники. Конечно же, у них нет ни чести, ни совести. Да и сам Пугачёв прекрасно понимает, что его так называемые друзья или товарищи при первом же удобном случае выдадут его в трудной ситуации, чтобы спасти собственные жизни. Здесь вот тот самый выбор, о котором мы говорили в самом начале. Выбор между честью и бесчестием, между жизнью и смертью. Выбор, прежде всего, нравственный. Кто вот в данной ситуации кому помогает? Пугачёв Петру Гринёву или Пётр Гринёв Пугачёву? Если мы внимательно посмотрим на складывающуюся ситуацию, то мы увидим, что Пётр Гринёв хочет превратить Пугачёва в благоразумного разбойника. Он призывает его, пока не поздно, отойти от своих товарищей и бросится чулом к императрице, попросить её о милосердии. В любой стране над обществом царит закон. Казалось бы, он должен и главенствовать над монархом. Но Пушкин в данном случае совершенно по-иному расценивает ситуацию. Он уже к этому времени становится монархистом. И в одной из своих работ заметит, зачем нужно, чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона. Затем, что закон – дерево. В законе человек слышит что-то жёсткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдёшь. Нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен. Для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, который может явиться людям в одной только полномочной власти. Государство без полномочной власти – автомат. Много-много, если оно достигнет того, чего достигли Соединённые Штаты. Имеется в виду Соединённые Штаты Америки. А что такое Соединённые Штаты? Мертвичина. Человек в них выветрился до того, что и выйденного яйца не стоит. Иными словами, для Пушкина верховная власть есть монаршья власть. Почему монарх должен стоять над законом? Потому что он может тогда проявлять милосердие. То есть монах – это не наказующий, не карающий, а милующий человек. Это самое главное. Собственно, мы увидим, что именно по этому сюжету и пойдёт развитие повести. Но вот сейчас, когда Пугачёв и Гринёв скачут в одной кибитке, удалось ли Гринёву превратить Пугачёва в благоразумного разбойника? Помните, того самого разбойника, который был сураспят на кресте с Христом. И тот разбойник уверовал во Христа и сказал, «Помяни меня, Господи, во царстве своём». И Спаситель ответил, «Сегодня же будешь во царстве моём». А как разворачивается беседа Пугачёва и Гринёва? Пугачёв решил рассказать сказку, старую, калмыцкую Гринёву, а вороне, который клюёт мертвичину и живёт 300 лет, и об орле, который питается кровью, но живёт очень короткую жизнь, всего лишь 30 лет. И захотелось орлу тоже прожить долго. Попытался он клевать мертвичину, но не понравилась она ему. «Нет», – сказал он, – «лучше уж я буду питаться кровью и проживу меньше лет, чем питаться мертвичиной». «Какова калмыцкая сказка?» – спрашивает Пугачёв. «Затейливо», – отвечал я ему, – «но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвичину». Пугачёв посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Мы оба замолчали, погрузясь в каждые свои размышления. Они едут в одной кибитке, по одной дороге, но их пути жизненные уже разошлись. Пугачёв не сделал того выбора, который сделал благоразумный разбойник. Он не захотел проявить смирение и попросить к себе милосердия. Каждый избрал свой жизненный путь. Но их еще объединяет одно дело. Они должны помочь Маше Мироновой. Каждой по-своему явить милосердие. Они приезжают в Белогорскую крепость. Они находят в совершенно ужасном состоянии Машу Миронову. Которую притеснял Швабрин. И освобождают Машу. «Что, Ваше благородие?» Смея сказал Пугачёв. «Выручили красную девицу. Как думаешь, не послать ли за попом? Не заставить ли его обвенчать племянницу?» А вот интересный момент. Не послать ли за попом? Не заставить ли обвенчать? Если не было благословения родителей на этот брак, разве сейчас могут согласиться Петр и Маша? Но вот тут и Швабрин тоже проявляется с самой худшей стороны. Спасая себя и, может быть, тоже пытаясь как-то удержать возле себя Машу Миронову, он сообщает Пугачёву, что Петруша Гринёв и его обманывал. Пугачёв устемел на меня огненные свои глаза. «Это что ещё?» Спросил у меня с недоумением. «Швабрин сказал тебе правду», отвечал я с твёрдостью. «Но ты мне этого не сказал?» И тогда Петруша Гринёв замечает резонно. Разве мог он сообщить, что дочь капитана Миронова жива? Её бы растерзали, придворная, в кавычках, конечно, Пугачёва. «И то, правда», сказал, смеясь уже Пугачёв, «мои пьяницы не пощадили бы девушку». Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их. «Слушай», продолжал я, ведя его доброе расположение, «как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу». Он не хочет называть его ни самозванцем, ни государем, сохраняя своё достоинство, но он искренне относится к нему как к человеку. И, собственно, последующие слова, они знак признательности этому человеку. «Но Бог видит, что жизнью моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не потребуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Да верши, как начал. Отпусти меня с бедной сиротой, куда нам Бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был, и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души». Казалось, суровая душа Пугачёва была тронута. «Ин быть по-твоему, — сказал он, — казнить так казнить, жаловать так жаловать. Таков моё обычай. Возьми себе свою красавицу, вези её куда хочешь, и дай вам Бог любовь да совет». Ну вот, кажется, и финальная встреча произошла между Пугачёвым и Гринёвым. Каждый проявил свои лучшие качества, проявил милосердие, и оба они способствовали освобождению Маши Мироновой. Более того, Пугачёв даже благословляет их по-своему, желает им любви и совета, то есть лада семейного. И, казалось бы, повесть уже закончена. Дворянин Швабрин, как противоположность Гринёву, и здесь проявил себя самым дурным образом. Желая отомстить Гринёву, он оклеветал его. И состоялся суд. Конечно же, на суде офицер Гринёв мог призвать свидетелей, и в частности Машу Миронову, с тем, чтобы клевету отвести от себя. Но это значило подвергнуть Машу Миронову тем переживаниям, которые когда-то она уже пережила. И он поступает благородно. Он не упоминает имени Маши Миронова. После освобождения Маша Миронова поехала к старикам Гринёвым. Они со всей любовью отнеслись к ней, к бедной сироте. Они полюбили её, как свою собственную дочь. И желали ей всяческого добра. И вот когда отец Гринёва, Андрей Петрович, узнав, что его сын осуждён за измену, прогневался на своего сына, отрёкся от него. Если вы помните начало повести, то там есть одно сообщение, что у Гринёвых было восемь детей, но в живых остался только один. Зачем Пушкин обращает на это внимание? Да зачем, чтобы показать, коль дорог для них единственный сын? Но даже от этого единственного сына, если он нарушил присягу, готов отказаться его родители. Для родителя, старого солдата, старого дворянина, офицера, честь превыше всего. И долг превыше всего. И если он не сумел воспитать так сына, значит, у него нет этого сына. Теперь уже настаёт очередь Маши Мироновой спасать своего любимого. И она отправляется в Петербург. Для неё поездка в Петербург сравни поездки Петруши Гринёва в Белогорскую крепость, когда там были разбойники. Ведь Маша Миронова не выезжала ни из Белогорской крепости, ни из деревни, в которой жили старики Гринёвы. Но она не боится, потому что она едет спасать Петра Гринёва. Потому что теперь она единственная его защита и единственная надежда на спасение. Если в Российском Отечестве последний разбойник милосерден, то разве императрица может быть немилосердна? Она проявляет милосердие, выслушав рассказ Маши Мироновой и освобождает своим указом Петра Гринёва из тюремного заключения. Маша, даже не посмотрев на Петербург, тотчас же отправляется в деревню. Маша поскорее хочет отправиться в деревню, чтобы утешить стариков и передать решение императрице об освобождении единственного их сына, Петра Гринёва. Казалось бы, вот здесь и можно поставить точку. Пётр Гринёв был освобождён, он приехал своим родителям, где встретился и с Машей, которую он по-прежнему любит. Такой счастливый конец. Сюжет вроде бы закончен, но не завершена повесть «Капитанская дочка». Как мы знаем, там существует ещё одна приписка, уже от издателя. Сам Пётр Гринёв об этом ничего не сообщает. Да, в общем-то, и не должно ему было об этом сообщать. В этой приписке от издателя рассказывается о последней, четвёртой встрече Петра Гринёва и Пугачёва. Что пишет издатель? Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринёва. Из семейных преданий известно, что он был освобождён от заключения в конце 1774 года по именному повелению, что он присутствовал при казни Пугачёва, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мёртвая и окоровавленная, показана была народу. Вот это очень важная деталь. Смотрите, Пётр Гринёв после освобождения едет не в деревню, а едет на казнь Пугачёва. И обратите внимание, Пугачёв ожидает Петра Гринёва увидеть в этой толпе, многотысячной толпе, находит его глазами и кивает. Что же это за кивок такой? И почему Пётр Гринёв оказался здесь? И почему Пугачёв был уверен, что дворянин Гринёв непременно окажется в эту самую тяжёлую для него минуту где-то рядом? Помните последнюю встречу и слова при их расставании? Где бы ты ни был, и что бы с тобой ни было, мы будем за тебя Бога молить. Может быть, это и есть позднее раскаяние Пугачёва. А может быть, это надежда, что дворянин и здесь держит своё слово, что за его грешную душу кто-нибудь будет Бога молить? О чём же произведение это? Конечно же, капитанская дочка повествует о милосердии. Это самый высший дар, который есть у человека, о милосердии, которая основана на любви. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Вот это и есть Духовное завещание Пушкина. С вами был Александр Ружанков. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин